здравствуйте вы смотрите аналитику на канале витража вере в красках и я в полтаве в этом замечательном городе с просто невероятной историей и вы знаете я читал новости и думал чтобы посмотреть еще в полтаве наткнулся на такой вот дом который находится на улице мстислава скрипника 13 и здесь дом где жил этот человек человек с очень такой вот непростую неоднозначной судьбой и я сначала решил поговорить с людьми на этой улице улица кстати долгое время носила имя карла либнихта для того чтобы спросить знает ли они что это за человек что он вообще делал кому это название посвящено сейчас расскажу я сама недавно узнала в этом полтавских теленовостях это значит патриархан слава он умер по моему сказали так новостях это за границей в канаде или здесь перешел этот музей какая-то церковь его охраняла я видела здесь женщины вот а сейчас на полтавском городском совете там решается вопрос вроде бы о его реставрации як что все будет документально затверджено тоди нехай так звичайно люди повинні знати имя чие носится в улице я часто хожу а чие им я носит в улице патриарха мстислава а хто він таки знаю я поганенько но вина на щось благословлял людей я так разумею не а кто он хоть такой знаете конечно он жил тут потом уехал в америку и стал патриархом ясно спасибо вам что интересно когда я упоминал некоторые страницы истории так сказать и факты жизни им стислава стрибника то люди резко менялись лицей и менялось их отношения потому как очень не хочется им чтобы героизировали нацизм чтобы героизировали тех которые приветствовали оккупантов на украинской земле будто в полтаве или в ровно да по сути неважно где а вы знаете что он во время великой отечественной выступал за гитлера писал частности в газете волы не узнали не он был одним из авторов от газеты волынь и там радостно приветствовал войска адольфа гитлера считал что вот мы таким образом вот с европой соединяем не нет я понимаю вас да 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 то есть о таких сторонах его жизни не слышали нет я просто неинтересно насколько деньги этим больным детям перечислили или вот здесь у нас уже скоро то второй месяц пошел ручишь трубу что-то там делали вот я вчера выстав журнал волынь за 1942 рік и вин благословлял и немцев и дужи радісно витав адольфа гитлера чего вы про это думаете ну тут я категорично буду в ответ на это потому что мой дед загинул на войне тонконог Антон и власне я против того чтобы благословляти нацистов сама чи немцы чи англійцы нация это же не винно звичайно но панувание нацизма засуджуется в усьом свете тому я приеднуюсь до прогрессивных думок и теж ты засуджую звичайно звичайно я против этого абсолютно но пациент не дужи люблять говорить а это одна часть его життя и вот мстислав скрипник как раз и был тем человеком который радостно приветствовал нацистов я листал этот журнал газету волынь и в общем то нашел эти статьи написанные скрипником где он прямо приветствовал адольфа гитлера где он рассказывал о европейском цивилизационном выборе украинцы где он рассказывал о том что нужно бороться с москальско-жидовской навалой и это цитата к сожалению и вот сейчас что происходит полтаве местные раскольники возбудились и они очень хотят несмотря на то что владеют этим зданием не один не один год и наверное даже не один десяток лет за государственный счет сделает здесь музей стислава скрипника этот человек скажем так был первым псевдо патриархом так называемого киевского патриархата человек который практически и не был своей жизни связан с украиной кроме какого-то раннего детства и потом пребывание здесь в составе рейхскомиссариата потому что он занимался там религиозными вопросами и в общем то очень так бодро служил во славу фюрера и потом доиграл определенные процессы уже в начале 90-х годов вопрос в процессы становления именно раскольнического движения и вот это здание хотят реставрировать здесь дом где он провел детство наверное кроме этих стен ничего уже не помнит о скрипнике и говорят что внизу внутри там практически ничего нет не судя по всему вот те раскольники которые владеют зданием они довели здание до ручки теперь хотят все сделать за государственный счет 28 сентября местная власть горсовет города полтавы практически единогласно проголосовал за изменением местный бюджет изменения в том числе касаются и этого музея оказалось что внезапно найдена такая культурная ценность культурное наследие этот самый музей на него нужно срочно выделить как минимум 200 тысяч гривен на составление документации проектной документации на ремонтные работы этого самого музея я кстати спросил у жителей полтавы у жителей этой улицы которые тут проходят мимо этого возможного музея действительно ли стоит первую очередь в полтаве потратить деньги на проектную документацию вообще на сам проект музея который говорят может тянуть вполне на 2 миллиона гривен скажите а вы что думаете о музее вот который здесь собираются делать знаете ли вы об этом музее что-то пусть на пенсию добавят они музеи делают но вот горсовет полтавы уже 200 тысяч дал только на документы как вы думаете это самое важное сейчас для полтавы построить музей сделать документы самое важное поддержать пенсионеров пенсионеры голодные ходят вот знаете получается очень очень странная ситуация тогда когда в полтаве масса проблемы даже на этой улице неплохо бы сменить покрытие доделать его в конце концов занимаются какими-то пиарными проектами и причем это происходит волнообразно это было уже в конце нулевых и было в конце десятых вот опять и снова пытаются вот выдать желаемое за действительное когда нет настоящих героев хотя они на самом деле есть и мы об этом поговорим в одном из ближайших выпусков аналитики эти герои связаны с полтавы это тоже подпишитесь пожалуйста на канал и вы об этом обязательно узнаете но здесь мы видим попытку фальсифицировать историю и попытку выдавать желаемое за действительное потому как не был он никаким патриархом не было действительно серьезным религиозным деятелем потому что она нельзя таковым считать раскольника и одного из предводителей раскольнического движения но и похоже что мы видим очередной такой вот фиг очередной мыльный пузырь от раскольников когда они пытаются за деньги жителей полтавы за деньги городского бюджета исполнить свою такую вот хотелку этот самый музей мстислава скрипника и в очередной раз продвинуть свою фейковую теорию о своем якобы какого-то там религиозном наследии остерегайтесь сомнительных собраний непроверенных новостей читайте классику и смотрите канал витражи о вере краска